11 километров первоклассного полотна, укатанного германской дорожной техникой, готова к асфальтированию в районе буранного элеватора. Это итог работы новой производственно-коммерческой фирмы «Юж-Уралавтобан», которая была создана в начале лета в Магнитогорске под патронажем металлургического комбината. В районе Вислы на 100% все дорожные капитальные развязки «Новика». Вот это меня, так сказать, очень впечатлило. Как мне слово нравится «Новика». Неужели это возможно у нас в России? Значит, все дорожные развязки там выполнены из монолитного железобетона. А как известно, бетон 500 лет набирает прочность, 500 лет разрушается. Это дает мне основания говорить, что там все построено «Новика». Ну, вернемся к нашим дорогам. Василий Иванович, сколько в этом году километров нужно сделать? Ну, в этом году мы планируем выполнить дорог на трассе Магнитогорск-Челябинск. Значит, 11 километров. В асфальте? Значит, выполнение асфальта – это вопрос еще под сомнением. Поднимаете, значит, ведущую скрипку в технологии строительства дорог все-таки ведут специалисты. Это Челябинск-Автодор. И, значит, под вопросом, разрешат они нам уложить асфальт или нет, мнение у нас пока с ними расходится. Суть разногласий в одном. Челябинские специалисты считают, что укатанное полотно должно перед асфальтированием полгода отстаиваться. Немцы считают иначе. И у них есть свои аргументы. Но, в любом случае, сегодня-завтра этот новенький с иголочки асфальтно-битумный завод выдаст первую тонну продукции. В родной Германии фирма Беннет-Хофен пользуется репутацией безупречной. Знаменитые автобаны, а мне довелось ехать по скоростной платной автостраде в районе Гамбурга, покрыты асфальтом, изготовленным на заводе этой фирмы. Асфальт, оказывается, может быть красным, синим, желтым. До 50 его видов с различными наполнителями выпускает Беннет-Хофен. Существует даже специальный асфальт, который укладывается вокруг больниц. Он на резиновой основе, и по нему автомобиль едет почти бесшумно. На доброй половине европейских дорог лежит асфальт этой знаменитой немецкой фирмы. Но теперь и мы сподобились. Это самая распространяемая, самая быстрая распродающаяся установка, которую производит фирма Беннет-Хофен в Германии. Какое суточное производство? Такая мощность установки. В час вырабатывает 160 тонн готового асфальта. Такая мощность установки. А можно узнать, вот господин Вольф ездил на дорогах, которые построил до войны еще Гитлер? Да, но когда я начал ездить на машине, то автобаны были полностью обновлены. То есть это были абсолютно новые дороги. Предвосхищая закономерный вопрос, во что обойдутся нам с вами, в том числе и тем, у кого нет автомобиля, эти автострады вокруг магнитки, сразу внесем ясность. Главные деньги – это собранный с населения дорожный налог. Так, он взимался всегда. И именно на эти деньги возводились шестирядные шоссе в европейской части СССР. Было это в застойные, а многие считают стабильными годы. А вот несколько лет назад деньги, а это очень большие деньги, собранные дорожным налогом, решено было оставлять в регионе. И ими в нашей области единолично владел облавтодор. Усилиями двух наших сограждан, Анатолия Старикова, тогдашнего депутата Совета Федерации, генерального директора магнитки, и его первого заместителя, нынешнего депутата облдумы Виктора Рашникова, удалось доказать губернатору Челябинской области Вадиму Соловьеву, что деньги, собранные с магнитогорцев, эффективнее всего использовать в Магнитогорске. Так полумиллионный город впервые получил возможность строить для себя дороги хорошего качества.